МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача «Всё о хоккее» – вестник Альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник». Сезон не завершён, пока не отгремели фанфары в честь его лауреатов. Очередное его торжественное закрытие прошло во дворце культуры «Нефче». Лучшие игроки, команды и тренеры сегодня в передаче. Начало вечера его устроители сделали символичным. На сцену вышли хоккей «Бабай», талисман нефтяника, появившийся лишь в этом сезоне, и юный воспитанник спортивной школы клуба. Славное прошлое нефтяного края Татарстана и его будущее, в том числе и хоккейное. Но клюшки в этот вечер были только в руках девушек из группы поддержки. Главные действующие лица сезона, игроки и тренеры, выступали в роли зрителей. Позади десятки сыгранных матчей, сотни заброшенных шайб, поверженные соперники и завоёванные трофеи. Воспитанники и сотрудники школы, родители и друзья хоккеистов собрались в зале Дворца культуры «Нефче», чтобы увидеть, как герои сезона обретают заслуженные награды. Хоккей сегодня стал одним из ведущих видов спорта на Евро-Востоке. И это, конечно, благодаря тому, что вот есть люди, есть организации, которые вкладывают средства, и есть люди, которые вкладывают душу в этот вид спорта. И вы видите, выстроена в целом по республике и на Евро-Востоке особенно, целая система, ну, если можно так сказать, другими словами, индустрия хоккея. Праздник закрытия сезона и подведения итогов выступления спортивной школы «Нефтяника» посетили высокие гости. Как местные, руководители муниципального района «Итатнефти», так и московские, прилетевшие прямо с чемпионата Неразминска управляющий директор высшей хоккейной лиги Герман Скорокупов и управляющий директор молодежной хоккейной лиги Дмитрий Ефимов. Оба уже не раз посещали Алиметевск и хорошо знакомы с постановкой хоккейного дела в нефтяной столице Татарстана. Мне очень приятно находиться в этом зале на столь грандиозном событии. Все пропитано хоккеем. Это благодаря вам, всем тем, кто здесь сидит. Россия гордится вами. Самое главное, что внимание к детям, внимание к каждому ребенку. 186 награжденных, и у каждого останется память. И он будет стремиться еще больше и дальше расти в своем мастерстве. Такие мероприятия, а я знаю теперь, что они, и знал, да, что здесь они традиционные, ежегодные, да. Это большой вклад, конечно, руководства клуба Дмитрия Мисбаховича. Это очень правильное событие, необходимое для нас всем, для развития хоккея, для популяризации хоккея. Минувший сезон выдался успешным для детской и юношкой спортивной школы Алиметевского нефтяника. По его итогам она заняла третье место в общекомандном зачете среди 44 дюш в Поволжья. Директору школы Николаю Измайлову вручили диплом за подписью Владислава Третьяка, председателя Федерации хоккея России. Эта бронза достигнута в соперничестве со школами клубов континентальной хоккейной лиги и крупных промышленных центров с давними хоккейными традициями. В период юно-алиметевцы пропустили только Казанский Акбарс и Нижегородская Торпеда. Дружины игроков 1907, 2000 и 2001 годов рождения завоевали серебряные медали в зональных турнирах первенства России, а хоккеисты 1909 года – бронзовые. Кроме того, команды 2004 и 2005 годов рождения стали победителями первенства Татарстана. Я считаю, что наша школа довольно-таки достойно выступила в этом сезоне и в прошлом сезоне. Но это, наверное, все-таки не только наша заслуга, наши, предположим, и наших детей, наших тренеров. Это, прежде всего, конечно, мы всегда говорим, что это очень дорогостоящий вид спорта. И для того, чтобы давиться, даже проводить такие праздники, необходимы очень колоссальные хорошие средства. Это для нас нефтяника здорово помогает. И поэтому практически у нас получается все, буквально все делать для наших детей. Мы ничего, у нас мелочей для нас нет, мы буквально все делаем для того, чтобы, как бы, они в своем профессиональном становлении, как говорится, получили буквально все от хоккейного клуба. У нас прекрасные условия, лед, теплые раздевалки. Можно отметить ледовые площадки в каждом микрорайоне нашего города и на юго-востоке республики Татарстан. Все это создает благоприятную атмосферу для развития и совершенствования хоккея в нашем регионе. Первыми на сцену для награждения поднялись выпускники – хоккеисты 1997 года рождения. Последний год в родной школе для них стал удачным. Они заняли второе место в Поволжье, уступив лишь извечному фавориту – Казанскому Акбарсу. Помимо этого, сразу семь игроков выступали в молодежной хоккейной лиге «Заальметьевский спутник». Многие смогли закрепиться в составе. Да и у остальных есть шанс проявить себя и заиграть в фармклубе «Нефтяника». Так, как это сделал Роман Сатаров, признанный открытием года. Очень много работал, старался, чтобы меня вначале заметили, потом, ну, как бы меня заметили, позвали в молодежную команду. Я хочу закрепиться уже окончательно в составе, быть, ну, на ведущих ролях, тянуть команду только вперед. Для награждения команды «Нефтяник-99» пригласили альметьевского воспитанника, ныне игрока «Акбарса» Артема Лукаянова. Артем в спортивной школе занимался у Александра Комарова. От имени выпускников 1989 года рождения он подарил наставнику планшетный компьютер. А церемония награждения стала своеобразной передачей эстафеты юным хоккеистам. Ее есть кому подхватить. В минувшем сезоне тройка нападений «Нефтяника-99» Максим Марышев, Алексей Бархаткин, Даниил Марышев забросила 108 шайб и стала лучшей в Поволжье. А после окончания зонального турнира ребята помогли сверстникам из «Акбарса» завоевать серебряные медали Кубного первенства России. Как пришли, все наладилось, и все нормально стало. Как бы сразу поняли себя друг друга, с полуслова понимали. Первый год тяжелее стало играть, но потом подросли немного, не знаю, подросли немного, так же получше, мне кажется. В спортивной школе «Нефтяника» занимается около 500 человек в командах 12 возрастов. Наград на торжественном вечере удостоился каждый третий. Более 180 юных хоккеистов заслужили призы командные и личные. Одни из самых престижных в номинации «Лучшие по амплуа». Эти ребята на протяжении всего сезона показывали хорошую игру, вели за собой партнеров, забивали голы, отражали атаки противника, стояли на последнем рубеже. Лучшие защитники и вратари, нападающие и бомбардиры – самые полезные игроки. Сезон провели довольно хорошо. В том году мы заняли четвертое место. После того, как с тренером провели хорошую беседу, тренер нам все сказал, рассказал, как надо играть. В этом сезоне мы заняли второе место. Тренер нами очень доволен. Один из самых интригующих моментов вечера – оглашение символической сборной школы. Его провел генеральный директор хоккейного клуба «Нефтяник» Джамиль Насрединов. Каждый воспитанник мечтает иметь такое достижение в своем послужном списке. Здесь с полным правом можно говорить о лучших из лучших. Ведь мало выделяться в амплуа в своей команде. Необходимо превзойти в заводном соревновании товарищей по цеху из дружин других возрастов. Великолепная пятерка и вратарь. С полным основанием можно говорить о хоккеистах, завоевавших право войти в символическую сборную. В этом году место в ее составе заслужили вратарь Максим Артемьев, защитники Данил Климов и Герман Беляев и уже знакомые нам тройки нападения из «Нефтяника-99» Максим Марышев, Алексей Бархаткин, Даниил Марышев. Отметим, что Алексей Бархаткин собрал целый урожай отличий. Символическая сборная, лучший по амплуа и по результативности. Прибавили в командной игре, в силовой борьбе очень прибавили. В игре около бортов. Благодаря этому стали больше забивать голову. Получили очень хорошую практику. Сыграли с грандами хоккея, таким как «Динамо», «ЦСКА». Зали второе место. Очень положительные эмоции. По традиции при подведении итогов сезона отмечают не только хоккеистов, но и тех, кто стоит на капитанском мостике. Тех, кто вкладывает в своих подопечных всю душу, не жалей ни сил, ни времени. Номинация «Лучший тренер» также дорога наставникам ледовых дружин, как и место в символической сборной школы юным хоккеистам. В этом году на нее были выдвинуты Анатолий Буянцев, Владислав Бабанов и Валерий Савенков. По итогам голосования тренерского совета, родительского комитета и руководства хоккейного клуба «Нефтяник» лучшим признали Валерия Савенкова. Его подопечные, игроки команды «Нефтяник-2000», в этом сезоне заняли второе место в зональном турнире первенства России, поднявшись таблицы сразу на две строчки. Отличившиеся тренеры получили внушительные денежные премии. Победитель 50 тысяч рублей, номинанты по 30 тысяч. Как говорят на заводе, не болванки точить, тут руку не набьешь. Мальчишки с каждым годом становятся все старше. Им нужно постоянно искать новый подход. Психология детей меняется, они становятся взрослее. Те же самые тренировочные занятия, они никогда не повторяются. Все нужно менять, все нужно идти в ногу со временем. Хоккей не стоит на месте, поэтому это процесс творческий. Выпускники нынешнего года команда «Нефтяник-97» получили из рук генерального директора клуба Джамилина Срединова аттестаты хоккейной зрелости. Позади полные открытия и свершений путь постижения спортивных азов и совершенствования. Впереди большая жизнь. Станет ли она хоккейной, зависит от самих парней. Семеро из их числа, уже поигравшие за «Спутник», познали это на собственном опыте. А игроки 2004 года рождения находятся в начале пути. Несмотря на юный возраст, за плечами у них две победы в первенстве республики. В этот вечер мальчишки прошли посвящение в юные хоккеисты и принесли клятву. Стремиться к высокому званию чемпиона. Забивать шайбы только ворота соперника. Жить по принципу один за всех и все за одного. Жить по принципу один за всех и все за одного. Но быть детальменом у ледовой площадки и вне ее. По окончании торжественной церемонии, являющейся визитной карточкой альметьевского хоккея, состоялась пресс-конференция с участием хоккейных руководителей. Визит московских гостей выдался насыщенным. Вместе с гендиректором нефтяника они встретились с президентом Федерации хоккея республики, шефагатом Тахаудиновым, и обсудили актуальные вопросы развития хоккея. В том числе строительство нового ледового дворца в Альметьевске. В заключении руководители ВХЛ и МХЛ желали успеха в год 50-летия альметьевского хоккея и выразили уверенность, что сезон будет наполнен яркими, интересными событиями. Это была программа «Все о хоккее» – вестник альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник». У нас, как и у хоккеистов, наступает межсезонье. Будем вместе ждать новых вестей с ледовых площадок. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»